У казахстанских инвалидов скоро может начаться новая жизнь. Во-первых, их перестанут называть инвалидами. Чиновники этот термин больше использовать не хотят. Но главное, конечно, другое. В Минтруда предложили выплачивать пособия тем, кто ухаживает за людьми с первой группой инвалидности. Законопроект сейчас рассматривают в Можелесе. В документе также предлагается повысить размер некоторых пособий, а еще он затрагивает жилищные вопросы. Ардак Мауна разбиралась в деталях. В Можелесе сегодня говорили о тех, кто зачастую остается без внимания чиновников. 24 тысячи инвалидов первой группы, которые находятся в коматозном или лежачем состоянии, попросту не получают никаких выплат по уходу. И это несмотря на то, что они нуждаются в круглосуточной поддержке. В Минтруда обещают этот пробел устранить и с момента принятия нового закона сразу назначить пособие по уходу за инвалидами первой группы. Ее размер чиновники определили на уровне 48 тысяч 23 тенге. Это полтора прожиточных минимума. Сейчас из 66 тысяч лиц инвалидностью первой группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. Это лица в коматозном состоянии, лежачие инвалиды и так далее. В результате принятия законопроекта пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тысячи лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе. Ведутся подготовительные работы по введению нового пособия. Отмечу, такие выплаты инвалиды детства первой группы стали получать тоже недавно. Пособие по уходу после долгих требований со стороны казахстанцев им назначили лишь три года назад. И вот теперь чиновники хотят увеличить размер социальной и финансовой помощи всем детям-инвалидам. Надбавка будет варьироваться от 6,5 до почти 18 тысяч тенге в зависимости от группы. Предусмотрели в документе и вариант получения двух пособий. Одновременно это выплаты по инвалидности и потере кормильца. Если раньше ребенок-инвалид терял кого-то из родителей, он получал лишь одно пособие. Министр Шапкенов посчитал этот пункт дискриминацией. Одновременное назначение двух видов пособий позволит устранить дискриминирующую практику в отношении детей, потерявших родителей. При введении данной нормы около двух тысяч детей наравне с пособием по инвалидности смогут получать также пособие по утере кормильца. Еще один немаловажный вопрос – жилищный. Сегодня на нем заострили внимание как депутаты, так и сам министр труда. Дело в том, что семьи, воспитывающие детей инвалидов, имеют право встать в очередь за квартиры. Но как только ребенок достигает 18 лет, семья из этой льготной категории выпадает. А сам совершеннолетний инвалид должен вставать в очередь заново. Но теперь все будет по-другому. Место сохранится, несмотря на возрастной рубеж. Вот только мажорисмены требуют строить качественные квартиры, в которых на самом деле можно будет жить по-человечески. Такое социальное жилье должно строиться все-таки с лучшим качеством строительства. Возьмите, пожалуйста, на контроль. Вам, наверное, тоже известны случаи. Да и вот к депутатам обращаются избиратели. Как социальное жилье, так качество хромает. Говоря об инвалидах, чиновники больше не хотят использовать этот термин. Его планируют заменить на лицо с инвалидностью. Закрепить в законе хотят и слово «абилитация». Это профилактика и лечение патологии у детей. Правда, людям, которые ежедневно нуждаются в посторонней помощи и выживают на мизерные пособия, вряд ли в первую очередь интересуют лингвистические изыски. Депутаты одобрили новый законопроект пока в первом чтении. Ардак Мауна Баглан Игриков, столичное бюро КТК.